Да, и в прошлый раз мы говорили о свидетельстве жизни, у нас была тема, то сейчас я хотел бы раскрыть такую тему и посмотреть, что Бог сражается за жизнь, или что Бог ревнует. Может быть, ее, наверное, правильнее так озвучить, Бог ревнитель жизни. То есть Бог ревнует за жизнь. И мы прочитаем с вами стих, несколько стихов из Библии. Книга Откровения, ключевой будет у нас. Книга Откровения, 22 глава, с 1 по 4 стих мы прочитаем с вами. Итак, я буду читать. Иоанн пишет. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улиц его, по ту и по другую сторону реки, дерево жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. И листья дерева для исцеления народов, и ничего не будет уже проклятого. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Вот смотрите, он описывает то, что он увидел в Откровении о том, что ожидает нас на небесах. Дерево жизни, приносящее плоды сколько раз? Двенадцать раз в год. Можете себе представить, дерево приносит плод двенадцать раз в год. «Листья исцеляют от любой болезни». Взял листочек чуть-чуть, погрыз его и исцелился от любой болезни. Плюс всего, что ты от этого дерева жизни питаешься плодами, ты не стареешь. Вечно молодой. И вечно, как говорит песня, есть «Вечно молодой и вечно пьяный». Говорит, вечно молодой и вечно трезвый. Вот то, что Бог для нас приготовил, такое дерево жизни. И мы видим с вами, что там еще река воды жизни, светлая, чистая. И ничего проклятого нет. Все. Никакого проклятия. Это престол Бога Отца, и рабы Его будут служить Ему. То есть, очень часто, о чем мы будем в раю делать? У некоторых такое представление. Ну, что будем делать? Отдыхать. Такого в Библии нет. Мы будем там служить. Мы там будем что-то делать. И нам это будет за удовольствие. Знаете, есть такая работа. Ты работаешь, и ты удовольствие получаешь от этой работы. То есть, даже тебе не столь важны деньги, а само удовольствие от этой работы. Мы там будем служить Господу, видеть Его лицо. Можете себе представить? Мы сейчас Его лица не видим. Но мы будем видеть Его лицо. Это дерево жизни. Вкушать от него плоды. Иметь жизнь вечную. Обновленные тела. Еще и служить Ему. Ну, еще что-то там Он приготовил, конечно, что не видел глаз, не слышал во ухо. Поэтому вот такое откровение Он нам дал. Это дерево жизни. Бог, мы должны это понять, что Бог не планировал смерть. Для Него, ну, Он не желал этого. Цель Его всегда, чтобы жизнь была. И цель, чтобы мы жили. Это нужно понять. И Он ревнует за жизнь. Ревнует. Вот, помните, самое первое. Вот был рай. На земле был рай. Даже ученые доказали. Там пересечение нескольких рек. Там Ефрат. Даже нашли примерно место. Это вот где-то, где Сирия. Где-то там Синайский полуостров. Где-то там. Была вот эта обитованная земля, где был рай. Где человек понимал язык животного. Животный понимал язык человека. Представляете? Где Господь посещал человека. Человек мог просто вот так вот идти и быть в Божьем присутствии всегда. И слышать Его голос, разговаривать с Ним. То есть жили, и Бог отдал эту землю. И плодитесь, размножайтесь, и живите, и наслаждайтесь жизнью. И имейте общение со мной. То есть это было так чудесно все сотворено. И Он говорит, вот чтобы вы вечно жили, есть дерево жизни. Вот это вот дерево жизни, которое 12 раз в год приносит плод, листья, которые исцеляют, дают вечность от вкушения этого плода. И Он сказал, вот и другое дерево. А вот это дерево познания добра и зла. От него не ешьте. Мы знаем эту историю. И Ева, она соблазнилась. Дьявол обманул ее. Она впала в искушение, пошла в непослушание. И что произошло? Бог выгоняет их из рая. И там не просто так, что вот Он взял их и вышвырнул. Он ищет сначала, их зовет. Помните, говорит, Адам, где ты? Ну, как будто Бог не знает, где мы. Такое впечатление, как будто у Бога глаза. Ну, как у людей. А Он же знает, где мы или нет? Знает. И вот Он, Адам, где ты? А они, что им стыдно? Они спрятались. Мы наги. Стыдно. А кто сказал, что вы наги? А открылись у них глаза. Стыд пришел. Они согрешили. И начали там друг на друга. Это вот жена мне дала. Жена, говорит, змей обманул. То есть, а почему? Бог хотел их сохранить. Он говорил, вот если вы с этого дерева сорвете, съедите, вы умрете. И они нарушили заповедь. А Он их зовет. Смерть не пришла сразу к Нему. Он их зовет. Говорит, где ты, Адам, где ты? И потом мы видим, что они так и не покаялись. Так и не вышли из этих кустов. Мы читаем в Писании, что Господь, Он ставит у входа в этот Эдемский сад, ставит ангела с мечом, который пламень огня. И никто больше из людей войти вот в этот Эдемский сад не может. Почему? Потому что ничто нечистое не может войти в Божье присутствие. Ничто греховное не может войти в Божье присутствие, потому что Господь, Он свят. Он сама святость. Поэтому мы живем вот в такой атмосфере. Но, если касательно продолжения этой темы, мы, имея или познали, познавши Господа, пережившие искупление Христова на себе, имеем доступ к Богу. То есть уже сейчас, живя на земле, мы, познакомившись с Божьим искуплением на кресте, которое дало нам прощение, жизнь, мы имеем уже здесь на земле возможность с Богом общаться, переживать Его присутствие. Еще не рай, но уже отношения наши с Богом здесь на земле, они уже в мире. Мы уже имеем возможность напрямую общаться с Богом. Нам не нужен посредний. Это удивительно. И поэтому ни один человек, который не переживет, или не переживет искупление Иисуса Христа в своей жизни, не сможет войти в рай, не сможет войти в этот Эдемский сад и вкусить от этого дерева и пить из этой реки жизни. Не сможет, потому что ангел не пустит его. Понимаете, да? Вот Бог, Он все сотворил для того, чтобы жить. И даже тогда, когда Адам и Ева согрешили, Он не сразу их хотел выгнать, да? Он звал их. Может быть, одумаются. Может быть, что-то Он их звал, чтобы они что-то изменили. И мы видим, что они не умерли. То Адам еще прожил 900 лет. 900 лет на земле прожил еще, представляете? То есть, смерть пришла, но другая смерть. И они потеряли Божье присутствие. И они уже не жили в Божьем присутствии. Они знали о Боге, но уже не переживали Бога так, как переживали Его раньше. И многие люди сейчас вот так вот и живут. Живут, как бы знают о Боге, но Его не переживают. И это невозможно пережить, если ты не встретишься со Христом, не сходишь с Ним на Голгов, не переживешь вот это искупление, не возродишься свыше, не станешь очищенным и омытым в крови Иисуса Христа, не получишь прощения. Ты не сможешь, так и не сможешь понять Бога и пережить Его присутствие. Дальше мы смотрим историю Ветхого Завета. У Адама и Иова рождаются двое сыновей. Каин и Авель. Да? И вот они живут. И что происходит? Каин по зависти убивает Авеля. Первое убийство на земле. Каин убивает Авеля. Потому что там они оба принесли жертву Богу. Но Бог так посмотрел и принял жертву Авеля. Не будем рассматривать, почему именно Авеля, а не Каин. Это отдельный вопрос большой. Но не принял. И тогда Каин что делает? Берет и убивает родного брата. И где-то его в земле закапывает. И что делает Господь? Господь посещает Каин и говорит, Каин, а где брат твой? Авель. Что-то не вижу его. Опять вы замечаете тот же самый вопрос. Что Бог не знал? Где Авель? Где, в каком месте он закопан? Знал? Бог знал. И Бог видел. Вот вы понимаете, что очень так для меня интересно. Мы совершаем какие-то гадости на глазах у Бога. Никто из людей не видел, а Бог видел. И мы делаем что-то, гадость какую-то греховную, на глазах у Бога. Но думаем, что нас никто не видит. Он говорит ему, Каин, а где брат твой Авель? Почему? Опять. Опять он ждет. Вот, а знаете, Каина, а я, говорит, что, сторож брату, что ли, своему? Убил его, и не говорит, что убил. И дальше там, если вы прочитаете, очень интересно, Бог не убивает Каина. Он дает ему возможность жить. Но что делает? Он ставит ему клеймо. То есть, какой-то знак. На лице, или, может быть, на теле, я не знаю, но на нем был какой-то знак, который говорил о том, что вот этот человек, он убил своего брата, но если вы убьете его, то с вас взыщется всемеро. И Каин про себя говорит, это, говорит, худшее наказание, которое, наверное, можно перенести. То есть, представляете, Бог сохраняет ему жизнь. Он не убивает его, не приходит возмездие за Авеля, но приходит наказание, но тем самым еще возможность жить. Мы вот сегодня с Александром размышляли. Представляете, никто этого еще на земле не совершал. Никто. И Каин это совершил, и все знают, и тебе никуда не скрыться, все знают, что ты совершил это. Ужасное дело. Сейчас как бы убийство смотришь, там убил, там убил. Люди так на это уже смотрят, как само собой разумеющиеся, так ах, 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 ах. И все. А это было первое убийство. Но Бог сохраняет ему жизнь. Говорит, если вы его убьете, вам воздастся всемеро. Но дело кто захочет иметь с убийцей? Кто захочет? Никто, понимаете? И это было для него очень тяжело. И он по земле пошел и начал скитаться по земле, идти. Но в чем я хочу, чтобы вы смысл уловили? Что Бог давал ему шанс и дал ему шанс к жизни. Бог ревнует о жизни. Он думает, чтобы мы жили. Он не хочет, чтобы, ну, кто погиб там, но чтобы все пришли к покаянию. Что я хочу, чтобы мы с вами поняли, одну важную вещь. Как приходит жизнь? Жизнь приходит через обличение. Заметьте, во всех вот, в этих двух случаях, что Адам и Ева, Каин и Авель, они все переживали, что обличение. Бог своим обращением к ним, он обличал их. Поэтому жизнь приходит через обличение. Известная история царя Давида. Увидел женщину, во дворе соседку, купающуюся, раздетую, возжелал ее. Вот. Она замужняя. Муж сражается. Один из лучших воинов, там, в тридцатку, урия хитиянин входил, в тридцатку лучших воинов Израиля. Он, тем не менее, все равно женщина понравилась в Версаве, он там окольными путями ее приводит к нему, он с ней спит. Выясняется, что она забеременела, что делать. Начинает он эту всю кашу, которую заварил, ее начинает раскручивать, всякие ухищряется какими-то манипуляциями делать. Мужа с войны призвал. Ну, думал, что он пойдет, с ней переспит, и как будто ребенок от мужа, и все нормально. А муж честный говорит, а как я пойду спать с женой, там, мои ребята там на войне сражаются, а я пойду спать, что ли? Нет. И на пороге там матрасик постелил. В Версаве Давид не спят всю ночь. Он его к себе зовет, напоил его вином, говорит, ну иди к жене уже на следующий день. А он говорит, да не пойду, я даже пьяный, говорит, я не пойду, там мои сражаются, как я могу? Значит, нет, я духом с ними. Ничего не мог сделать. И он пишет военачальнику письмо с Явом, говорит, на, Даш, пошлите его в самое пекло, пусть он умрет. То есть, представьте, как вот грех закрутилось, как вот. Вроде бы возжилал, увидел, возжилал, переспал, и закрутилось, и уже убийство. И военачальник его в самое пекло, и тот умирает. Убийство было такое, чужими руками. И все вроде бы так, она 40 дней поплакала, и Давид ее в жены взял. И как бы все сгладилось, и все как бы так, ну, и хорошо. Но знаете, когда ты читаешь, вот этот год, который Давид жил, он ничего не совершил, не совершил ни подвига, он не написал ни одного псалма. Он жил в таком, в каком-то вот, ну, в каком-то небытие. Ребенок умер. И вот, вот эта вот тяжесть, груз. А потом к нему приходит пророк Нафан. То есть пришла смерть. Общения с Богом нет. Божьего присутствия нет. Грех убивает его. И вдруг приходит пророк Нафан и приносит жизнь. Какую жизнь? Как он ее приносит? Рассказывает там ему историю. Говорит, знаешь, вот такой-то, такой-то человек имел там много овец, а у этого, у соседа была одна овечка. И он пошел и взял эту овечку. Что делать с ним? И Давид сам себе переговор. Да такого убить надо. Он говорит, так это ты. Это про тебя история. Ты, говорит, взял, убил человека, спал с женой. Вот что тебе надо было? Так, Господь, что тебе надо было? Надо было. Ты скажи, я бы тебе дал. Пришло обличение. Жизнь. Смотрите, что делает. И он падает на колени и появляется Псалом 50-й сразу. Рождается Псалом 50-й. Если вы прочитаете Псалом 50-й, это молитва Давида, молитва покаяния, после того, как пророк Нафан его обличил. И он молится там, Господи, Духа Святого от меня не отними и сохрани меня. И он, я каюсь, я в прахе и пепле. И он, целый Псалом, и приходит жизнь. Запомните, жизнь приходит через обличение. Полюбите братья и сестры обличение. Когда Бог вас обличает, Он хочет принести к вам жизнь. Где ты, Каин, спрашивает тебя? Или где ты, где брат твой? Где ты, Адам? Если он зовет тебя, и тебе стыдно, и ты понимаешь, что это про тебя история, и ты это, не убегай в кусты, как делал Адам. Не говори там, что я сторож. Выйди из кустов. И Бог тебя, то есть, Он даст тебе жизнь. Он не отстранится от тебя, не выгонит тебя, не откажется от тебя. Поэтому жизнь приходит через что? Через обличение. И мы с вами обрели жизнь, потому что мы поняли, что мы грешники. Мы пред Богом вот так вот в долгу. Мы грешники. И мы пришли и сказали, Господи, прости нас. С этого началась наша жизнь. Правильно? Правильно? Господи, прости меня, я грешник. И Бог нас обличил как где-то через проповедь, где-то через слова, где-то через Библию. И сейчас то же самое происходит. Где-то мы что-то как-то так забуровим, где-то. И Господь нас потихонечку к жизни возвращает. Вот если мы не чувствуем Божьего присутствия в своей жизни, близких отношений с Ним, в молитве, или в Слове Божьем, или что Он рядом с нами, да, вдруг потеряли. Значит, что-то не так в нашей жизни. Значит, мы где-то отстали, значит, где-то мы что-то закопали какого-то Авеля, где-то мы что-то съели от дерева познания добра и зла. И нам нужно взыскать Господа, и придет обличение. И мы Его должны принять, согласиться, покаяться пред Ним. И тогда придет жизнь. Понятно? Это понятно, да? Такую важную вещь. Вот. Теперь я вам хочу показать следующее, где Господь конкретно показывает, что Он хочет быть с нами еще в Ветхом Завете, что Он хочет, чтобы мы были в Его присутствии. Бытие, 5 глава, 24 стих. Представьте, самое начало книги уже Господь говорит, у вас есть шанс быть в Моем присутствии. У вас есть шанс. Вы можете иметь жизнь. 5 глава, 24 стих. История Еноха, посмотрите на него. 5, 24. Кратко. И ходил Енох пред Богом. и не стало его, потому что Бог взял его. Что особенного в этом стихе? Что особенного вы увидите? Он не умер. То есть Енох смерти не видал. вы понимаете? Хотя проклятие уже легло на всю землю, на весь род человеческий. Смертью вы будете умирать теперь. Будет смерть, вы будете жить на земле в поте лица, хлеб свой зарабатывать, тернии волчицы нам произрастут, женщины будут в муках рожать. Вот представьте, в раю женщина рожала вообще никаких мук. Никаких страданий. Она же спокойно могла родить. И рожай, и рожай, и здоровье не уходит, и зубы не выпадывают, и рожает, и рожает в раю. Без боли, без всякой. Вот так было. А потом пришло проклятие, в муках, страданиях, болезни пришли. Но мы видим здесь Енох. Он прожил там где-то 300, чуть больше, 300 лет, сейчас точно не могу сказать на земле. Но он не видел смерти. То есть Бог показал еще тогда, что я хочу чтобы жизнь вы имели. А что значит не стало его, потому что Бог взял его? Что это значит? Он пошел в Божье присутствие. Представьте так вот, живет, живет человек, раз его не стало, говорит, а где Макс? Или где? А где вот, а где? Сестра спрашивает какая-нибудь молоденькая, а где наш брат вот этот вот, такой рыженький был такой слегка? Где он? А его не стало, а почему? Да Бог его забрал. Ну хоть на могилку сходил, а нету могилки нету даже. Памятника нету, могилки нету, некуда цветы приносить, ни похорон, ни прощания с телом, ничего нету, смерти нету. В Божьем присутствии уже тогда Бог показал, и Он показал, что нужно для того, чтобы быть в Божьем присутствии. Посмотрите, что нужно? Ходить пред Богом. А что это значит? Пред Богом ходить. А я вам скажу, вот если я буду всегда с тобой ходить рядом, вот иди сюда, вот представь, я всегда с тобой хожу, и ты это знаешь. какие грехи ты будешь согрешать? Если пастор с тобой ходит рядышком, ты какие грехи будешь совершать? Вообще не будет. Представляете? Это я один. Как вот со всеми вами ходить? Не получается. Не будет то же самое, если ты будешь со мной ходить, и я буду понимать, что я хожу пред Вадимом. О, пред Вадимом. Конечно, если двое спелись, говорят, давай погрешим, там, там так бывает. Но он ходил пред Богом, он понимал, что Бог, Бог смотрит на него, как я могу это сделать, если Бог сейчас на меня смотрит? И он жил такой жизнью, ну, Бог смотрит на него, этот, этот енох ничего не делает, добрый такой, ну, богобоязненный, он ходит предо мной, всегда меня благодарит, так, посматривает на меня, все ли я правильно сделал? Ну, ничего такого я не ошибся, все я так делаю, верно делаю, и Бог просто, что тебе здесь еще жить до 900 лет, как эти живут бедные, мучаются? Пошли ко мне, мое присутствие, шух, его туда, все, енох там, первый человек, которого, Господь, вот так вот, спасибо, брат, вы понимаете, что значит ходить пред Богом? если мы научим, приучим себя, а у нас совсем другая картина, мы не то, что пред Богом ходим, Бог в нас живет, мы приняли Его Дух, Христос, я уже говорил об этом, Дух Святой говорит, через апостола Павла вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, а они будут моим народом, у нас вообще история другая, мы не то, что пред Богом ходить, Он в нас, уже в нас, все, спать ложишься, Он в нас, пошел, мы просто, что-то с нами происходит, мы так забываем про это, или как-то так, ну, как-то так не думаем, но мы видим, что Господь, Он, на примере Еноха, Он говорит, что жизнь всегда была в моем замысле, не смерть, жизнь, чтобы вы жили, но когда пришел грех, пришла и смерть, и грех всегда приносит смерть, мы должны это знать, и придет такой день, когда мы будем взяты конкретно Божие присутствие, здесь мы можем переживать Бога, такие, знаете, как капельки иногда на нас скапают, мы плачем, или так что-то с нашим сердцем происходит, или какая-то радость, такая неземная, неописуемая, мы так, что-то с нами происходит, что-то Бог делает, и мы в Его присутствии, но оно не такое, какое мы, представьте, мы увидим, там Иоанн описывает, говорит, глаза Его, как пламень огненный, то есть, Он не может даже описать глаза, ты смотришь, какие глаза, серые, голубые, там, да, или там, зеленые, а Он говорит, как пламень огненный, там, Он найдет, там, ноги Его, там, подобно Халькеливану, то есть, он дает описание, он даже, у него в уме нет, он ищет вот эти образы, а Он не может это величие описать, Христа, и мы Его увидим, Его присутствие, и это не страшно, для нас, для нас мы идем домой, мы искупленные, мы Его дети, мы к Нему идем, а страшно для кого? Для тех, которые, смертью умрешь ты, вот для них страшно, которые отвернулись от Него, которые отвергли Его искупление, отвергли Его благодать, поэтому Господь, вот сейчас мы смотрим, Он как бы людей собирает, собирает, говорит, придите ко мне, все труждающие, все обремененные, придите ко мне, Он людей собирает по всей земле, чтобы дать им жизнь, чтобы спасти их, и это не берюльки какие-то, не шуточки, серьезные вещи, если уж он сам пришел на эту землю, претерпел такие мучения, страдания, наверное, это говорит о серьезных вещах, понятно, да, друзья? Еще мы должны понять, жизнь священна для Бога. Она священна, и эта жизнь, она Ему принадлежит. Мы никогда не должны считать, что наша жизнь, это моя жизнь. Нет. Ни один человек, я так уверен, не должен считать жизнь своей. Она, жизнь принадлежит Господу. И она священна в Его глазах. Он нам ее дал, и она Его. Понимаете? Вот почему очень важно правильно распорядиться жизнью. Вот почему нельзя покушаться на жизнь человека. аборты, и убийства, и помышления об этом, потому что это священно в глазах Бога. И оно не принадлежит человеку. Почему? Почему нельзя убивать? Потому что не я дал жизнь. Не я дал жизнь. Вот кто жизнь дал, тот вправе ее и забрать. Правда? Ну правда так? Справедливо это? Справедливо. А если я лишаю кого-то жизни, я приступаю. Вот это священное право. Я пренебрегаю Богом, Его правом на жизнь. И Господь говорит, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Не просто же с избытком. Избыток. И избыток в глазах человека, а есть избыток в глазах Бога. Семейное счастье, дети, здоровье, да? Какое-то вот, ну, то, что у Бога такое счастье даже само по себе просто. Быть счастливым. Быть таким счастливым человеком. Не быть богатым, как мы думаем, но мы будем богатым, мы будем счастливым. Быть счастливым человеком. Как я слышал, этот новый президент в Америке говорил, Трамп сейчас вот, фразу его, он говорил, я, говорит, богатый, но, говорит, не всегда я был счастливым. Говорит, знаю очень много людей богатых, но они несчастные. Но знаю, говорит, также много бедных людей, которые счастливы. Благодаря их вере, благодаря, прям так и говорит, благодаря их вере. Я в чем-то даже с ним согласился. Конечно, хорошо, когда ты богатый и счастливый. Да? Хорошо. Но и это тоже от Господа, потому что, как экклезиаст говорит, дар от Господа быть богатым и наслаждаться от этого, быть счастливым. Дар от Господа. Потому что есть богатство, когда человек несчастный, смотришь на него, он бедный, он боится всего, он не знает куда, чего, где, везде. У него там бронированные окна, бронированные двери, бронированные машины, бронированные резиновые колеса, там, все у него там, чтобы такое. Он смотришь на него, наглядывается, страх какой-то в глазах, по ночам сто процентов плохо спит, или с таблетками, с какими-нибудь. То есть, таких же много людей. Потом кончает жизнь самоубийством, семья разваливается, там, деньги начинают делить, и так далее. Поэтому быть богатым и счастливым, это дар тоже от Господа. И кому он дар такой дал, то, конечно, слава Господу, я так всегда говорю, поделитесь хоть чуть-чуть даром, который он вам дал. Счастье есть, чуть-чуть поделитесь. Ну, так, шучу, конечно. Поэтому вот мы должны это помнить всегда, друзья. Хорошо. Ну, и, конечно же, мы должны помнить, что дьявол, вот, не ищите его, что, вот, что он с рогами и хвостом. Вы не найдете такого дьявола. Это не дьявол. Дьявол все время прячется. Он приходит естественным путем, понятным. таким, даже ты не подозреваешь. Он даже придет, это как вид ангела света и говорит Христу, Христос, написано ангелом твоим заповедует, ангелом своим заповедует и на руках они тебя понесут. Бросься вниз. Правда, написано ведь такое, что ангелом заповедано носить на руках верующих не тех, которые испытывают Бога своей самонадеянности, а заповедано ангелом носить на руках тех, которые Богу верят, доверяют Ему. Вот тех ангелы носят. И мы очень часто думаем, ух, какой я верующий меня вот, а на самом деле мы просто Богу доверяем, а ангелы нас от многих вещей, потому что ангелов тоже заповедь есть. У нас заповеди есть, и ангелам заповедано, вы должны уберечь, не приткнуться на камень ногою. Вы должны о верующих заботиться, на руках носить их. И мы очень часто думаем, вот, как-то меня на руках как будто кто-то, а потому что ангел уже там, он прошел, все расчистил, тебя раз туда протолкнут, и опа, как это, как здорово, то я, наверное, такой верующий. Ну да, ты Богу доверял, и ангелам, ангелы исполнили свою заповедь. То есть им не заповедано охранять и носить на руках тех, которые самонадеянны, испытывают его, а те, которые доверяют ему, доверяют Богу, верят в невидимого. Вот, там ангелы носят на руках. Слава Господу! Поэтому мы должны это тоже помнить и доверять Господу, верить Ему. Аминь. И помнить, что всегда Он попытается хитростью прийти, чтобы нас, у нас жизнь забрать, чтобы похитить Божье присутствие, мир забрать. Он постоянно будет толкать нас очень хитрым путем на грех, в какое-то нас искушение. И правильно, когда мы молимся, Господь, не веди нас в искушение. Вот, я вам скажу, очень часто мы думаем, что мы не грешим, потому что, ну вот, мы не грешим и все. Нет, Бог нас во многих вещах хранит. Мы Ему доверяем и мы не притыкаемся ногами, потому что ангел нас, потому что мы Богу доверяем. А начни самонадеянным быть, начни Бога испытывать, проявлять недовольствие, тут же покатися вниз. Только убери доверие, доверять Богу, перестань, Его Слову перестань доверять, сразу покатися вниз. И все. А доверять бывает не так плохо. Не думай, не заботься, что есть, что пить, во что одеться. Христос говорит. Ищи Царство Божие, правда его, все приложится к вам. Нужно доверять же этому Слову. Как? Как это, не думай, а как это? Не думай, что есть, что пить, тебе хорошо говорить. А когда у тебя ничего нету, как это? А буду. А он говорит, ищи Царство Божие, то здесь нужно доверять, искать волю Божию прежде. И все прилагается. Как будто Бог не знает, не видит нашу нужду. Он говорит, знаю вашу нужду, ибо Отец ваш, видящий тайное, знает, в чем вы имеете нужду. Вот Отец наш видит, и знает, в чем вы имеете нужду. Знает. Тогда меня это Слово утешает, он знает, в чем я имею нужду. Господи, ты знаешь, в чем я имею нужду. Все. Меня это утешает, я ему доверяю. Понимаете? Но это не так просто, особенно, когда у тебя нужда есть, и она не уходит почему-то никуда. Ну попроси, ничего страшного. Только не иди воровать. Не иди брать там, где нельзя. Кайна убивать не надо, и с дерева познания добра и зла тоже яблоки не надо оттуда таскать. Потом сидеть в кустах, грызть этот огрызок и думать, что вся жизнь у меня наладится. Нет. Вот это, конечно, а потом стыдно, как голый. Стыдно потом и в церковь прийти. Почему люди? Им же стыдно. Спрашивай, что не приходишь в церковь? Мне стыдно. Ну конечно. Стыдно. Но все равно надо из кустов выходить, правильно? Что там сидеть? Ну стыдно тебе, и что ты там будешь сидеть, этим листочком фиговым прикрылся и сидишь. И что? Что от этого тебе легче будет? Зима на дворе, замерзнешь же. Выходить надо на свет Божий. Аминь. Понятно, друзья, это жизнь. Поэтому жизнь, она священна перед Богом. И Христос, уже подвожу к концу, что Христос, Он есть жизнь. И дьявол хотел убить эту жизнь. А Христос сделал другой ход. Говорится, ход конем. Он отдал свою жизнь добровольно. Никто у Него ее не забрал. Он ее добровольно отдал, чтобы мы жили. Вот это есть вечное искупление для нас. Сразу думаешь, думаешь, Господи, кто я такой, что сам Сын Божий за меня отдал свою жизнь? Ну, вы бы за кого бы отдали свою жизнь? Ну, кто бы за меня отдал жизнь, скажите? Вот из вас. Ну, вот и я так же бы, тоже бы за вас бы не отдал. И никто бы не отдал бы. Особенно, когда бы, если бы я вам рассказал бы свою историю, вы бы сказали, да ну, да ему пора уже умирать, что он натворил делов столько. Какой за него умереть? Ну, правда? Если же дела такие, если начать рассказывать, то такие дела совершали, о которых стыдно даже и говорить, а Господь вот отдал за нас свою жизнь. И думаешь, как приятно, и как удивительно он за меня отдал. И я здесь. И я его присутствие переживаю. И могу его прославить, и могу ему служить, и плакать могу перед ним. И столько милости он мне давал. Я уже, как этот проклятый Каин, уже, уже Авелей 20, наверное, закопал в землю, а он опять меня зовет. Каин, где брат твой? Опять дает мне возможности ожить. Думаешь, так это здорово, что Бог такой любящий, такой долготерпеливый. Поэтому мы должны взять для себя урок. Христос дал нам жизнь. И мы должны держаться этой жизнью. И взять пример с Еноха. Ходить пред Богом. Тогда мы будем в Его присутствии. Всегда. Когда мы ходим пред Богом, мы будем в Его присутствии. И Он будет с нами. И ангелы Его будут охранять нас. Аминь? Аминь. Встанем для молитвы, помолимся. Потом вопросы, если будут. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа мы благодарны Тебе сегодня за это время, Господь, за это слово, которое мы имели. Спасибо Тебе за жизнь, Господь, что Ты подарил ее нам. Помоги нам, Господь, держаться жизни. Помоги нам, Господь, дойти до небес. Благослови всех нас, стоящих пред Тобой. Да будет имя Твое прославлено, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Господу. Присаживайтесь. Егор, можешь... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова